Всем здравствуйте! Светланка сегодня решила сделать блинчики. Светланка будет блинчики делать. А я помогаю. Я конечно таких блинчиков не делал. Я потолще блинчики умею делать к чаю, а такие блинчики я никогда не делал. Ну конечно можно было бы сделать, но уже Светланка делает. Андрюшим не помогает. Андрюшим ты хочешь больше всего? Сыром? Все равно можно. Я сделаю немножко с сыром, а там если же хотите, вот варенье и есть же там ягоды, все же переможенные могут делать. Можно, Ань, так. А тебе с чем нравится? Я вообще люблю просто обокровенные с мёдом, без ничего люблю варенье. И моя мама. Она их всегда напекла. И бабушка, когда они пекли, то они просто напекали, а потом кому что нравилось. Так. Ну вот такие вот получаются, покажи. Ну я Светланка уже много надо добавить. Так, добавлю немножко сахара. Будешь добавлять ещё сахар? И я творог приготовлю творога. У нас семенный подряд. Андрюша сейчас мне поможет. Вот всём поможет. У меня сейчас надо собираться для занятия. У меня не помогает. О! Я уже помог. Да? Разорвался чуть-чуть. А, ну и что? Ну, сделаем другой вкуснее. Нет, он только с краю погромался. Да, ну ничего. Ничего страшного. Ничего страшного. Если с краю погром. Угу. Первый будем кормом, Павелеш. Ну, это не первый. Да, Наташа видел. Молодец. Так получилось. Должны получиться хорошие, правда? Вкусные очень. Вообще очень много начинок и с вареньем. Я вообще люблю обыкновенные блины с мёдом или с вареньем. Я думаю, с чем хочешь их кушать. Вот, Коля любит с творогом. И он очень любил, когда пирает с куриным стилем, вот куриное мясо. Он очень любил это. Но, если он вареньем, то они будут немножко сладенькие. Я добавлю на сахар. Мы сделаем просто с творогом и всё. Вот видите, как он должен мне помогать, пока я делала. Творог готовый, а то он не спит. Молодец. У Андрея просто да. Что не получается? У меня уже полонок сегодня не будет. Знаешь, мама будет сама. Я что-то его поднимаю. Тяжело поднимать и перегорачивай. Я беру, а они у меня ломаются. Сейчас я буду делать остальное сама. Тогда я прошу, добавь туда пару ложек сметаны и хорошо это всё ложечкой перемешать, чтобы была начинка для блинов. Надо было хорошо это тоже немножко сломать, но ничего, завернётся. Я помню, когда бабушка меня учила блинов печь, мне тоже было немножко сложно переворачивать, а у неё вот такие уже, в стыке она бабуля много лет готовила, блин, блин, мне всегда нравилось. Она очень хорошо переворачивала блин, а у меня не получалось переворачивать. Она иногда злила и говорила, уходи скоро. Это маленькая, что скоро уходила, мне было интересно научиться делать блины. Мама очень вкусно блин и готовила. Я взяла обыкновенный простой рецепт, я, честно говоря, не помню по какому рецепту родители готовили, тоже сколько времени прошло. Я взяла здесь 3 яйца, чуть-чуть щепотку соли, добавила ложку сахара большую, добавила потом молока, где-то пол литра. Это хорошо перемешала, и стакан муки, а потом я смотрела на какие они у меня должны получаться, а в конце я добавила горячий кипяток. И вот такие у меня уже стакан воды горячей или кипяченой, но именно горячей. Я не показала, как я это делала, потому что, честно говоря, спешила, вижу, что время сейчас еще есть, что мы можем это все сделать. Сейчас уже сонный час, отдыхаю вместе с матерью. Так, вот у нас получились облинчики, и сейчас мы их сделаем с творогом, начинку с творогом. Такие они, видите, какие пропевшиеся, с дырочками, такие как должны быть. Будем их заворачивать. Так, я их предварительно, когда жарила, вы сами видели, они у меня в масле сливочном. Смотрите, какие у нас получаются красивые. Вот. И так каждый буквально блинчик. Так, вот следующий. Так, сыра у нас достаточно. Даже если у нас сыра не хватит, то останутся такие обыкновенные. Я их очень люблю просто так. Вот видите, вот второй. Но я не буду делать конвертиками. Некоторые делают конвертиками. Я люблю так. Вот видите, вот такой блинчик тоже видно. Такие дырочки вот тут. Честно, первый раз сделаю, чтобы добавлять стакан кипятка по рецепту. Я видела, меня еще удивило. В результате даже получилось неплохо. Это я еще раз повторюсь. Я каждый год делаю по-разному. Это у меня здесь было три яйца. Пол чайной ложки, даже меньше щепоточка соли. Сейчас скажу. Ложка сахара столовая. Это яйца, это все с белой. Потом я добавила две ложки подсолнечного масла. Я взяла пол литра молока. Молоко у меня было в комнатной температуре. Сначала яйца, сахар это все взбила. Масло. Потом добавила молоко. Это тоже хорошо позбивала. А потом я добавила муки. Ну, муки у меня где-то вышло, наверное, где-то буквально даже не стаканы больше. Где-то около 300-350 грамм. Ну, я смотрела. Это жир, это уже вы. Вы же, который печете, вы уже знаете. А потом в самом конце, как я это все хорошо перемешала, я добавила по рецепту. Я видела, что она добавляет стакан кипятка. Именно кипяченой воды. И вот смотрите, какой результат. Я первый раз делаю по этому рецепту. Вот какие блинчики красивые получаются. Вот так. Вот так. Мама ждет, да, мам, пахнут? Сейчас я дам тебе попробовать, пока я еще не даю. Возьми тарелочку, дай его угости маму, пока она пускай она попробует. Она как пришла, как ты чувствовала запах ванильки, да, мам? Ну. Вот так, вот так. Как глупти. Куртыки. Давайте дам тарелочку, пускай бабушка попробует. Так, так держи. А я пока буду крутить потихоньку. Сейчас я все равно должна буду уходить. Мам, тебе дать со сметаной? На, Андрюшнися. Пускай бабушка попробует, а я пока буду крутить. Так. Добрий день. Пробую моя нависка на лисничке, наприклад. На лисничке. Я попробую, які хороші чи не. Такі, як нависка чи татуіця. Дуже гарно. Можна каждый день так іс. Оля Рюнкина, а масленица до 14 числа, следующие лиминцы ваши? Гарно, дуже гарно. Ну да, до 14 числа ты можешь каждый день, блин, и делать. По-разному делай. Начинку, какую хочешь, можешь сделать. Гарно, погодка гарно, и на лисничке гарно. Так, что можно есть то, чтобы лизоваться. Ну, кто любит сладкий, с вареньем, а можно сделать и грудинку, делать с курятины, правда? Ну, из капусты делать. Из капусты, хорошо, с грибами. С грибами делать. Мне нравилось, как бы, сделать, знаешь, эти, на листике с этими сделать. И такой же, как солянка. Ну. Капуста с грибами. А мама моя делала еще и с фаршем. Ну, можно и с фаршем. Ты можешь с чем хочешь сделать. Очень вкусно получалось. Кому как нравится, я знаю. Кому блинчики сладкие нравятся. А можно вообще брать мед, и в мед макываешь, и кушаешь. Или варенье. Не обязательно. Ну, конечно, оно так вкуснее, когда сворачиваешь, оно красивее выходит и вкуснее. Варенье так самое, как сироп то чего. Закрутил, то есть. Бери, дружище, пробуй. Да, попробуй еще. Попробуй. С ковбаской перемиряною можно цепотки ковбаски. А я ковбасу уже не ем. Тоже такое дело. Водною. Ишь. Можна что хочешь робить теперь.